Е2 Е4 Сейчас я вам расскажу историю, которая называется Саватеев и шахматы Меня очень часто спрашивают на лекциях, играю ли я в шахматы И некоторые даже говорят, вы наверное КМС или там даже мастер спорта Печайка состоит в том, что на самом деле я недоделанный перворазрядник То есть первый разряд я получил, один раз как-то случайно его даже подтвердил Но это был какой-то турнир, в котором мне очень сильно везло Но потом уже как бы скатился, один раз снова неподтвержденный получил Ну в общем у меня, если так по-хорошему, на хорошем пике у меня был второй разряд с элементами первого Сейчас я думаю, что я потренировавшись день сыграю на третий разряд Что ж такое? Почему же так получается, что вроде как такой вот популяризатор математики То есть его с шахматами не бум-бум Смотрите почему Ходил я всегда за белых Е2-Е4 Ну про черных там отдельная история Но давайте, значит, если я за белых, это в половине случаев я получал белые Ну типичный ход такой, на это у меня был всегда один и тот же ответ Ф2-Ф4, королевский гамбит Жрут Конь сюда Там, ну кто как играет, бывает так играют Вот там, здесь я уже не помню точно какие бывают продолжения, по-моему я наглел А вот слон там отступал, я быстро начинал сам фигачить Ну в общем я довольно быстро, ой, что это? Нет, конечно вот так Довольно быстро приходил к вот этой ситуации И изо всех сил туда довел Ну и с второразрядниками и третьеразрядниками получалось, как правило, что я выигрывал все равно То есть я быстро-быстро ставил мат Ну а когда появились перворазрядники, они даже ели не всегда То есть бывала вот такая фигня Приходилось что-то такое делать, он шел вперед Аккуратно, медленно меня зажимал в плохую позицию Ну понятно А еще у меня была фишка Найте сицилианку А знаете, что делать, если против нее пойти и в 2 и в 4? Вот вы черный, что вам делать, если я против сицилианки пошел и в 2 и в 4? Не, ну любой, понятно, любой там КМСник и выше вам сразу скажет, что именно делать, чтобы разрушить белых нахрен просто Но второразрядники тоже совершенно, они полностью теряли всякий контроль Потому что какие-то там очевидные комбинации они помнили, но такую комбинацию никто не разыгрывает Они начинали там какие-то странные действия делать В общем, в конечном счете я опять развивал всю эту атаку и ставил мат Вот так я и дошел до первого разряда Было просто два правила Королевский гамбит во всех случаях F2, F4 ходилось во всех случаях Ну, против сицилианки и против обычного Продолжение Ну а дальше я уже выигрывать не мог Потому что после нескольких ходов розыгрыша с каким-нибудь перворазрядником с двумя кандидатскими баллами У меня был полный проигрыш на доске просто по игре То есть было видно, что я уже проиграл позицию Почему? Потому что ребята очень хорошо знали дебюты Они знали их там до какого-то хода Некоторые из дебютов знали там до восьмого-девятого хода Которые там, ну, хорошо известные, разработанные Вот по этому поводу я хочу сейчас как раз обсудить с точки зрения математики, что здесь происходит Часто слышишь, ооо, Алехин продумал на девятнадцать ходов вперед, да? Самая великая комбинация в истории А, Фишер выставил сюда коня просто так, в жертву А через тринадцать ходов поставил мат, там был фейерверк на доске Ну, там какие-то знаменитые истории, там, как Таль победил одним конем Я знаю много таких, потому что я этим когда-то действительно немножко увлекался Смотрите, математически невозможно просчитать дальше второго хода Вообще просто никак Давайте я объясню почему То есть все эти истории про просчеты на девятнадцать ходов имеются в виду следующее Что в том продолжении, которое было естественно для обоих В тех двух-трех вариантах, которые в принципе обсуждаются Быстро можно понять, что вот этот вот бессмысленный Только один остается, который сколько-нибудь осмыслен И в нем восстанавливается вот эта игра То есть я вижу, что единственный его ход такой Тогда я сделаю так, ну сейчас я естественно утрирую Тогда он пойдет так, тогда я пойду так И вот в таком режиме на девятнадцать ходов вперед можно вполне просчитать Да хоть всю игру даже просчитать Но только в таком режиме Когда у вас на доске неочевидная сложная ситуация Допускающая хотя бы два-три разных хода Которые оба нетривиально устроены в дальнейшем То есть что-то там повыведено Что-то там где-то какие-то уже есть ситуации Не знаю, вот такие-такие Я там рисую что-то произвольное На самом декдатке И вот теперь я хочу сделать ход И я продумываю, сколько у меня вообще вариантов ходов Сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть Вы не задолбались? Я уже задолбался Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Так, короче, вы видите, да, что их несколько десятков Так вот, если математически То вслед за этими десятками ходов На каждой из них несколько десятков ответных Итого, после одного хода и одного ответа Примерно четыреста вариантов В каждом из них, даже если возникает вилка всего из двух Мне надо в голове держать два в степени четыреста разных планов Вы не ослышались Два в степени четыреста Ну хорошо, но мне возразят Я-то могу свой план сложить Вот я делаю так Ну хорошо, тогда два в двадцатый Окей, да В следующий раз будет два в двадцатый А вот через раз будет два в степени двадцать в кубе Экспонента-то двойная Да? То есть даже если будет два варианта через ход То эти два варианта будут для любой из комбинаций Которые возникнут после двадцати умножить на двадцать умножить на двадцать Следующих ходов То есть что в шахматах убивает всякую возможность их компьютерного завершения Полного завершения Компьютеры играют лучше нас За счет того, что у них там встроены какие-то нейронки Но полностью просчитать в принципе нельзя Потому что возникает то, что называется двойная экспонента Когда какое-то число возводится в степень Равную степени еще какого-то числа Значит в какой-то степени Ну эти числа уже не просто несуразно огромные Они не могут даже в принципе близко обсуждаться Как какие-то обозримые на компьютере Поэтому чуйка, вот эта вот шахматная чуйка Она продолжает играть важную роль И в общем-то в этом суть всей человеческой деятельности Человеческий мозг выделяет из этих страшных экспонент Только те возможности, которые являются привычными, логичными И хорошо как бы разработанными И этими тонкими маленькими каналами он идет И вот в этом смысле и говорят Я там хорошо просчитываю, ты плохо просчитываешь КМС просчитывает в среднем на три хода вперед В случае нормального течения обстоятельств А перворазрядник на два хода вперед Что КМСу и дает возможность в какой-то момент перворазрядника словить А если он его словил, дальше он просто делал техники довести до победы Поэтому если он систематически на ход вперед продумывает больше, чем его противник Скорее всего окажется ситуация, когда он его словит А дальше он просто доведет его до поражения Поэтому в общем-то в среднем, конечно, КМС выигрывает у перворазрядника почти всегда В 90-95% случаев Вот такие шахматные зарисовки Саватан, саватан, помоги мне стать матан Саватан, саватан, помоги мне стать матан Саватан, саватан, помоги мне стать матан Саватан, саватан, помоги мне стать матан